Сегодня мы познакомимся с разработкой приложения Windows Presentation Foundation. План лекции следующий. Сначала мы рассмотрим общие сведения о приложениях Windows Presentation Foundation. И второе рассмотрим создание простейшего приложения DVPF. Рассмотрим, что такое элементы управления DVPF, элементы управления макетом, конструктор и редактор ZAML. Сначала о том, что такое DVPF-приложение. Мы с вами до этого рассматривали разработку клиентских приложений для Windows Form. Разработка DVPF-приложений – это еще одна из технологий разработок приложений среди Visual Studio. Какие же преимущества имеет DVPF-приложение над приложениями Windows Form? Если говорить о преимуществах, то одним из главных преимуществ является то, что DVPF-приложение строится основанно на векторной системе визуализации. DVPF обладает большими графическими возможностями. Если в Windows Form-приложении прорисовка зависит от функции API, то в DVPF-приложении идет векторная система визуализации. И она рассчитана на разрешение экрана и создана с расчетом на возможности современного графического оборудования. DVPF-приложения – они адаптивные приложения, то есть они могут подстроиться под экран оборудования, на котором вы смотрите это приложение. Вторым преимуществом является то, что в разработке DVPF-приложения существует равное разделение работы проектировщика и разработчика. Здесь надо сказать, что в отличие от разработки в Windows Form-приложении, способ написания кода – он другой. Здесь идет разделение разработки интерфейса внешнего и разработки событий, то, что умеет делать приложение. Такое явное разделение упрощает работу проектировщика и разработчика и позволяет им работать параллельно. А эта параллельная работа проектировщика и разработчика ведет к уменьшению времени написания приложения. Также одним из преимуществ DVPF-приложения является, что Visual Studio имеет богатый набор инструментов для разработки DVPF-приложений, таких как элементы работы с двумерной, трехмерной графикой, анимацией, стилями, шаблонами, документами, мультимедийными файлами. И вся эта система позволяет строить качественные графические интерфейсы. В разработке DVPF-приложений используются коды, которые написаны на XML, ZAML, читается. Это язык, который основан на языке XML. Теперь рассмотрим создание приложений DVPF. Проект DVPF-приложения Visual Studio строится как обычно, как мы привыкли строить в Windows-приложении. Значит, мы выбираем файл, New, и в открывшемся окне создания приложения выбираем шаблон DVPF-приложения, приложение DVPF-Net Framework. В строке «Имя» ставим имя нашего приложения, в данном случае я поставила пример 1, и нажимаем кнопку «Ок». Перед вами откроется окно DVPF-приложения. Давайте рассмотрим это окно более подробно. Так же, как и во Windows-приложении, окно разработки приложений, вот это, которое я отчеркиваю, это окно разработки приложений. В отличие от Windows-форм, оно состоит из двух частей. Из графического представления приложения и из ZAML кода. Также справа вы видите, как всегда, обозреватели решений. В обозревателе решений у нас появились файлы приложений, которые образуются при создании приложения. Вот решение «Пример 1» и вот это все файлы данного приложения. Также есть окно «Свойств». Об этом окне мы еще позже будем говорить. Здесь настраиваются свойства тех компонентов, которые используются в данном приложении. Давайте рассмотрим более подробно, из каких файлов состоит наше DVPF-приложение. Вот окно обозревателя решений рассмотрим более конкретно. Значит, первый файл – app.zaml. Этот файл инструментальная среда разработки Visual Studio создает, когда VPF-приложение создается по шаблону. Он используется для хранения общей информации всего приложения и обеспечения функциональности для запуска приложения DVPF. Файл – app.zaml содержит объявление, определяющее поведение всего приложения. На данном слайде вы видите листинг файла app.zaml. Вот это листинг данного файла. Следующий файл, который мы рассмотрим… Да, здесь давайте обратим внимание на… ….зем — Следующий файл, который мы рассмотрим, это файл ab-saml.cs. Листинг этого файла вы можете посмотреть вот здесь. В этом файле записывается код на C-Sharp. Теперь дальше рассмотрим файл mine.windows.saml. Это главный файл приложения. Давайте посмотрим его код. Посмотрим его листинг. Вот его дан. Это главный файл приложения. Вот дан его листинг. Этот файл инкапсулирует всю функциональность данного приложения. Здесь нужно обратить внимание на x-класс. Это здесь по этому коду создается класс пример 1 mine.windows. Это будет у нас главный класс нашего приложения. Функциональная часть. Функциональная часть. Вот в этом файле, в замл файле, описывается внешняя часть. Здесь код пишется на языке замл. Следующий файл, который мы рассмотрим, это файл mine.windows.saml.cs. В этом файле пишутся все события, которые присущи тем компонентам, которые мы описали на замл языке. Например, если мы здесь описали баттон, внешнюю всю часть, то баттон клик пишется на C-шарпе. То, что происходит по нажатию этой кнопки, пишется в файле mine.windows.saml.cs. Вот это код вот этого файла. Вот здесь кроется различие приложений Windows Form и DVPF приложений. Внешняя часть пишется в файле с расширением замл. А то, что происходит, событийные коды пишутся в файле замл.cs. Двойной щелчок на файле mine.windows.saml откроет дизайнер окон DVPF. Вот на рисунке 4 мы видим дизайнер DVPF. Вот мы щелкнули на mine.windows.saml и у нас появилось вот это окно. Значит, верхняя часть окна, как я уже сказала, здесь формируется внешний интерфейс приложения. Внизу здесь пишется замл код. Если мы захотим записать какое-то событие, обработчик, например, на баттон клик, тогда мы на mine.windows.saml.cs делаем двойной щелчок и откроется здесь другое окно, окно mine.windows.saml.cs, и здесь мы будем писать код вот этого события. Теперь, что представляет собой дизайнер окон DVPF – это инструмент Visual Studio, который обеспечивает поверхность конструирования для создания окон DVPF. Он аналогичен окну Windows Form. Когда в визуальном дизайнере выбираете элемент управления, то можете управлять его свойствами при помощи окна «Свойств пропития». Вот это окно. Здесь вот я баттон поставила, его свойства, видите, написано «Тип баттон». Здесь я могу просмотреть все его свойства. Вот здесь я веду прокруткой, и здесь внизу тоже есть свойства «Баттон». Единственное, что в отличие от Windows Form мы привыкли, что в окне свойства, расположенные по алфавиту, здесь не так. Они сгруппированы, и нужно по группам искать свойства вот этого компонента. Вот то, что связано, вот видите, то, что связано с внешним видом и расположением этой кнопки. Вот «Баттон», «Контакт», здесь написано, что он по центру расположен, что у него ширина вот такая-то, высота вот такая-то. Отступ еще есть от бока приложения 500. Здесь указаны его внешние составляющие. Когда я буду писать код на него, при нажатии этой кнопки, что у меня произойдет, тогда я нажму кнопку «Mine Windows ZAML CS» и на баттон «Клик» напишу событийные вещи, которые происходят по нажатию этой кнопки. Здесь про окно свойств я уже говорила, да, про окно свойств дизайнера я уже говорила. В качестве примера я привела готовое приложение, написанное на DVPF. Это приложение называется «MicroWav», «Микроволновая печь», «Микроволновая печь». Вы видите, что в окне здесь расположены файлы этого приложения, и есть файл «App HAML», есть файл «Mine Windows HAML», здесь есть файлы, двойным щелчком можно открыть «CS файлы», здесь вот «Hot файл», «Cold файл» — это файлы класса, которые написаны на «CS». Вверху вы видите приложение «Графическое оформление приложения». Вот по нажатию вот этих, например, класса, если я на «Hot» нажму двойным щелчком, здесь появится код класса «Hot» на C-Sharp. По нажатию кнопки «Пуск» у меня это приложение запустится, оно будет работать, и в рабочем состоянии оно имеет вот такой вид. Вот это интерфейс приложения «Микроволновая печь», оно в работе, когда нажата кнопка «Пуск». Здесь выбран режим «Разогрев», и здесь идет отчет времени «Пошел на разогрев». И «Разогрев» пошел по нажатию кнопки «Пуск». Вот сегодня мы познакомились с основами разработки приложения, DVPF-приложения. Отметили, что разработка DVPF-приложения отличается от разработки Windows-форм-приложения, что DVPF-приложения состоит из разработки интерфейса, интерфейс внешнего вида, оно записывается на языке ZAML, на языке ZAML, и событийная часть, оно разрабатывается на C-Sharp, поэтому DVPF-приложения можно разделить разработку DVPF-приложения на две части, что ускорит разработку этого приложения.